Зачем противник бьет по живым кварталам? Ну как? Никак не бывает. Ради чего? Зачем? В чем смысл? Вот. И по явно гуманитарным объектам. Это удивительно. Смысла нет никакого. Какой смысл? Военного смысла нет никакого. Нулевой. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно. И за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Болтовня одна. Любимым пропагандистским жанром российского руководства за время войны с Украиной стало саморазоблачение. Раньше, во время судебных процессов над военными преступниками, нужно было переворошить тонну документов и переспрашивать десятки свидетелей, чтобы получить объективную информацию о действиях обвиняемых и их причастности к принятию человеконенавистнических решений. Даже гитлеровцы, казалось бы, скурпулезно записывавшие каждое свое преступление, догадывались, что об окончательном решении не нужно сообщать в обращении к нации. О списке тех, кто участвовал в совещании на озере Ванзея, лучше тщательно засекретить. Даже Сталин, не скрывавший своей прямой причастности к репрессиям 30-х и выступавших с погромными речами и статьями, прятал материалы Катынского дела в особой папке. И ровно так же поступали все его наследники. Но у Путина и компании другие представления о возмездии. Теперь для того, чтобы принять решение о виновности российских руководителей, не нужно собирать документы и опрашивать свидетелей. Нужно просто посмотреть телевизор и почитать газету. К сожалению, у нас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск ГБССР. Помните, это было. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границы. Но вот задействовать на добровольной основе место населения, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! История о том, как Путин наговорил Нагаагу на встрече с еще одной преступницей, местной детской омбудсменшей, которая явно гордится тем, что ее посадят первой, стала уже хрестоматийной. Сами ребенка установили из Бариуполя, да? Да. А я говорю, благодаря вам. Маленькие? Нет, 15 лет. Но теперь с повинной пришел сам Николай Платонович Патрушев. С собственной персоной. Его каждое интервью – учебник глупости и невежества. Понятно, что такой человек мог делать карьеру в КГБ и запугивать диссидентов. Ну, можно хотя бы не с таким унылым лицом нести такую феноменальную глупость. Но когда он начинает рассуждать о геополитике, становится очевидным, какие же все-таки дремучие идиоты все эти десятилетия служили на Лубянке. Че такое? Че такое? Главная фраза в последнем интервью Патрушева – это даже не рассказ о том, как Россия уже два раза спасала Соединенные Штаты от неминуемого распада. А теперь не хочет спасать. И не угроза уничтожить Америку невиданным оружием еще до того, как та распадется на области Российской Федерации. А обещание, что Российская Федерация будет господствовать в Европе 21 века так, как Российская империя господствовала в 19 веке, а Советский Союз в 20-м. Это и есть обозначение преступных амбиций, которые привели к войне в Украине. Вы че, подзабыли это, что ли? И с точки зрения Путина и Патрушева, эта война должна стать всего лишь прелюдией к завоеванию Европы. Надо действовать в этом направлении. Нет такой страны, где не было бы проблемы этнического, религиозного, социального или бог знает кого характера. Наша предыдущая страна, которая великий Советский Союз, которой мы унаследовали очень многое, имела огромный опыт в этом плане. Они использовали социальную, как правильно, иногда религиозную и этническую вещь. И нам надо это создавать. Потом уже Южного Кавказа опять возвращать. Опять за этот короткий срок. Мы на это имеем право. Мы 200 лет вкладывали огромное количество средств туда. Людских жизней. Я еще раз повторюсь, свыше 200 тысяч русских офицеров, генералов и солдат погибло за все эти годы войны. Мы не можем просто сказать, вот все мир во всем мире, а теперь вот что ходить делать. Нет, так не пойдем. Настало время других совершенно решений. Жестких, конкретных. Пряник-пряник не получается. Ты хороший. Пряник-пряник, кнут получается. Чтобы это было, мы должны консолидировать наши возможности с Ираном. Иран также не заинтересован, если на Южном Кавказе определится какая-то натовская структура. Потому что они уже работают на севере поддержки сепаратистских движений на севере Ирана. А мы у нас будут на юге. Значит, наши интересы совпадают. Правильно я говорю? Правильно. Значит, надо консолидировать. Ребята, формат переговоров будет такой. Ни Брюссель, ни Вашингтон. Будет участвовать Россия, Иран и две конфликтующие страны. Хотите? Нет? Ну тогда есть вот такие-таки действия, которые заставят вас это делать. В доказательство того, что болтовня Николая Платоновича не маразм, а планы, напомню, что накануне нападения на Украину Кремль выступил с предложениями по обеспечению безопасности России, которые содержали требования гарантировать невступление в НАТО всех бывших советских республик, а отнюдь не только Украины. И отвод вооружений с территории бывших стран народной демократии, контролировавшихся Москвой до 1991 года. Перед российско-американской встречей в Женеве главный переговорщик МИДа Сергей Рябков предложил НАТО собирать манатки. То есть предлагалось добровольно воссоздать советскую зону влияния до распада Советского Союза. И понятно зачем. Ну что, это непонятно, что ли, кому-то? Эта восстановленная зона влияния должна была стать плацдармом для российской гегемонии в Европе. Одни страны должны были жить под оккупацией, другие в страхе перед оккупацией, а третьи покупать российский газ и быть благодарными и послушными. Вот вам и Европа в кармане. А, понятно. Туда, куда не дойдет танк, достанет газопровод. Теперь, когда вся эта безумная программа гегемонии разрушена, месяцами войны против Украины не произошло никакого отрезвления. Патрушев по-прежнему убежден, что Россия призвана завоевать Европу и разрушить Америку. Пускай даже это завоевание и разрушение превратилось в многомесячную битву за Бахмут. Мы в самые ближайшие недели столкнемся с очень серьезным вызовом на поле боя и вокруг него. И вот здесь главное не лохануться. Когда пахнет жареным, когда успех не очевиден, преступники обычно скрывают планы своих злодеяний. Но только не Патрушев, только не Путин. Чур, я не первый. Только не Медведев. Теперь серьезно. Эти по-прежнему рассказывают нам все. Без лишней скромности скажу. Видимо, хотят на виселицу. В соответствии с планом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»